Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. 1 февраля в Твери состоялись премьерные представления нового шоу «Легенда цирка» в зале «Аншлаг». И это неудивительно. Сложные и неповторимые трюки, мощное, динамичное светомузыкальное сопровождение, красочные номера и сочетание кавказского темперамента с утонченной восточной грацией. У вас самый теплый зритель. И прошу всех наших зрителей, чтобы они приходили в цирк, и мы их будем радовать. Мабушек, мам, пап, все. Это настоящее искусство, где ты не схалтуешь. Рискованные трюки воздушных гимнастов, забавные номера с дрессированными собаками, медведи, проявляющие чудеса, акробатики и смекалки. Все это можно увидеть в шоу, но особый восторг вызывают, конечно же, великолепные лошади. Шоу очень легкое, воздушное, яркое и запоминающееся. Отверчане смогут увидеть новое шоу «Легенда цирка» в предстоящие выходные. Киноконцертный зал «Панорама» продолжит удивлять тверичан и в новом 2020 году. Как? Расскажет арт-директор ККЗ Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово «джаз». Слово «джаз» само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения, либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово «джаз» в одной своей композиции, и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени, а после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием «джаз». Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира, от европейской камерной музыки до афробита. Вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились фокстрот, чарльз-тоун, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. Еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, а музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Итак, дорогие друзья, 21 февраля нам с вами посчастливится увидеть один из самых звездных джазовых коллективов. Это оркестр «Столичный джаз» под управлением Федора Лешкевича. В киноконцертном зале «Панорама» мы посетим своеобразный музыкальный джазовый музей. Ведь по праву можно сказать, что этот именитый звездный коллектив предоставляет нам уникальную возможность услышать, понять, почувствовать и погрузиться в исполняемую программу так, как она звучала именно в ту эпоху, когда была написана. Творческая концепция коллектива заключается именно в этом. Исполняемые произведения, которые принадлежат эпохе свинга, звучат в оригинальных обработках и аранжировках. Руководителем и основателем коллектива явился известный джазовый музыкант России Федор Лешкевич. Интересный факт, но первое высшее образование Федора Лешкевича это технический университет имени Баумана, который он успешно закончил. Но музыка все-таки взяла верх. И он объединил вокруг себя таких же влюбленных в джаз талантливых музыкантов, которые умеют отобразить все принципы звучания этого направления. Очень важно, что эти музыканты также в совершенстве владеют искусством импровизации. Именно эти таланты и эти возможности дали коллективу так быстро взлететь на звездный небосклон известных российских коллективов. Ведь столичный джаз под управлением Федора Лешкевича существует сравнительно недавно. Однако он завоевал и любовь, и признание слушателей и зрителей. И нам с вами предстоит в этом убедиться. 21 февраля в 19 часов встреча с оркестром в столичный джаз под управлением Федора Лешкевича. А сейчас наша традиционная рубрика «Кинообзор», что сегодня идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Расскажу прямо сейчас. Продолжение романтической сказки режиссера Жора Крыжовникова фильма «Лед 2» выходит в широкий прокат в день всех влюбленных 14 февраля. Вы знаете, что происходит в сказках после свадьбы принца и принцессы? Тогда есть возможность узнать это в новой части. Для фигуристки Нади и хоккеиста Саши, с которым зрители познакомились в картине «Лед», звучит свадебный марш. Теперь они больше всего на свете мечтают о ребенке, но цена, которую им придется заплатить за воплощение мечты, невообразимо высока. Ну что, кто там у нас? Пока сложно сказать. Может быть, если повернется? Давай, переворачивайся. После пережитых потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках. Особенно если сценарий этой сказки пишет Андрей Золотарев. В главных ролях фильма «Лед-2» Александр Петров и Аглая Тарасова в картине также играют Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, юные дарования Вита Корниенко и Сергей Лавыгин. Увидеть премьеру тверичане смогут на большом экране в День всех влюбленных 14 февраля. Это будет лучший подарок своей половинке на праздник. Заказ и бронирование билетов по телефону 300-033 или на сайте panorama.defestver.ru Возрастное ограничение 6+. На этом у меня пока вся информация. Увидимся с вами в следующем выпуске программы Культфьюжн. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова